Дом культуры имени Ильича поселка Потанино заметно изменился как внутри, так и снаружи. Ремонта здесь ждали давно. Требовалось не только создать красоту, но и обеспечить безопасность. Так окна в малом зале для мероприятий не отвечали установленным требованиям. Дело в том, что раньше два из них были перекрыты. Они были перегорожены обоями, которые как раз и смутили пожарных инспекторов, что они пожароопасны. Мы открыли новые окна, отремонтировали, сделали на стенах стеклообои, которые как раз соответствуют безопасности. Плюс к этому новое покрытие пола, а также привлекающее внимание необычная подсветка потолка. Можно при помощи пульта выбрать скорость смены цветов. Как новенький теперь и хореографический зал. Сложно поверить, но если бы здесь вовремя не провели ремонт, то потолок мог обвалиться. После случившегося год назад обрушения в коридоре и последующей технической экспертизы, Класс был закрыт. Наш коллектив танцевальный занимался в другом месте. На данный момент ремонтные работы закончены. Безопасность мы соблюли. У нас здесь хороший потолок, безопасный. У нас поменены окна. Теперь здесь чисто, светло и тепло. У нас новый пол, который выдержит прыжки наших танцоров. Их запустят совсем скоро. Осталось провести уборку, отмыть от пыли и следов покраски пол и зеркала. И если внутри Дома культуры уже спокойно, то на крыше работы хоть отбавляй. Планов много и вложений тоже. Замена покрытия кровли обошлась почти в 2 миллиона рублей. Подрядчик Челябинский подобный опыт имеет. Включились они в работу официально с 23 декабря, но по факту они начали работать гораздо раньше. Так как у людей была большая мотивация, как можно быстрее приступить к работе и исправить те погрешности, которые они уже увидели, когда исследовали наш объект. Процесс идет активно. Работают с 9 утра и до темноты. Трудится 10-15 человек. Мы начали, у нас был срок, грубо говоря, на середину декабря. Мы начали уже в начале декабря, уже приступили к работе. То есть, мы приступили к работе демонтажной работы. Это получается подготовка, вот это все. К Новому году мы уже закончили, получается, стелить пароизоляцию, стелить обрешетку. То есть, у нас большая часть работы уже была выполнена. План сейчас поставлен вообще по срокам идет, допустим, на середину февраля. Я так думаю, что мы уже закончим где-то ближе к началу февраля, мы уже будем подходить к концу. Осталось завершить укладку металлочерепицы, а затем строители перейдут к отделочным работам. Установят водостоки, укроют трубы от попадания влаги и тому подобное. По условиям договора, все должно быть готово к середине февраля. Помимо этого, планируется, что весной обновится и сам фасад здания.